Дивную повесть жизни преподобной Марии Египетской донёс до нас святой старец Зосима. Однажды к старцу Зосиме явился ангел Господень и сказал «Вступай в монастырь в близ Ярдана, и там откроется тебе истинный подвиг». Старец пробыл там некоторое время, познав подвиги, неведомые ему. Великий пост Зосима покинул монастырь и углубился в пустыню для уединения и молитвы. После многих дней пути старец увидел ногого человека с белыми, как шерсть, волосами. Увидев старца, человек стал убегать от него, затем, спрятавшись за камнями, сказал «Отец Зосима, я не могу предстать перед тобою, я женщина. Брось мне что-нибудь из одежды, чтобы прикрыть наготу мою». Отдав часть одежды женщине, Зосима в страхе понял, что незнакомка знает его имя и даже то, что он священник. Припав на колени, он стал просить святую помолиться. «Помолись Господу за весь мир и меня грешного, чтобы мое скитание по пустыне не прошло бесследно». Всей душой своей, устремившись к Богу, она приподнялась над землей на облаке и так, паря в воздухе, молилась. Увидев такое чудо, Зосима просил ее рассказать о себе, ничего не утаив, из своей прошлой грешной жизни она поведала. «Помолись Господа» «Помолись Господа» «Помолись Господа» «Какою мерзкой жизнь моя была». Мария, подняв руки к иконе, слезно взмолилась. «О, владычица дева, помоги мне оставленной всеми. Стань моей поручительницей пред сыном твоим, и я более не скверню себя грехом. Но, воззрев на крест животворящий, отрекусь от соблазнов мира и пойду, куда ты меня направишь». После того, свободно войдя в храм, она услышала голос Богородицы. Мария, вступай за Иордан в пустыню. «И там найдешь покой для души». Мария так и сделала. В начале днем я мучилась от сноя, одежда вся истлела у меня. А по ночам в пустыне лютый холод, от голода коренья ела я, и мучили меня воспоминания о прежней жизни сладкой во грехе. Плясать и петь от пьяного веселья, мечтая о мясе и вине, и чтобы отогнать все искушенья, в молитве на коленях плачу я. Пречистое пошли мне утешенье, хранитель ангел будь возле меня. Через семнадцать лет мои страдания по Божьей милости оставили меня, и Дух Святой подам мне просветление. Душа моя для мира умерла, теперь я покрываюсь и питаюсь всесильным словом Божьим и молюсь. В своих грехах пред Богом слезно каюсь, и смерть принять от Бога не боюсь. Беседуя с преподобной, старец восхищался ее знанием священного писания, псалтырии, пророков. Он не выдержал и спросил. Где же это ты все изучала? Я не умею читать. Отвечала святая с улыбкой. Услыхав такое, старец хотел было броситься в ноги великой подвижницы. Но она попросила его через год принести святые дары к Иордану, чтобы, подобно апостолам, причаститься ей в Великий Четверг. Через год Зосима был на месте, сокрушая, что не позаботился о лодке. Но святая, озаряемая сиянием луны, перекрестила ее Иордан и пошла по воде, как по твердой земле. Старец же предложил ей укрепиться принесенными смоквами, финиками и пшеницей, немного вымоченной в воде. Но она взяла лишь три зернышка пшеницы, сказав при этом. Этого достаточно, ибо благодать пищи духовной, сохраняющая душу, насытит меня. Через год Зосима вновь пришел в пустыню и достиг места, где увидал преподобную. Она лежала на камне, со сложенными на груди руками. В изголовье блаженно почившей старец прочитал на земле надпись. Отец Зосима, погреби здесь тело смиренной Марии, скончавшейся после причащения божественных тайн. Зосима отпел почившую Марию и вдруг увидал вдали идущего к нему льва. Тогда старец сказал зверю своими когтями выкопать могилу для погребения тела преподобной. Лев передними лапами выкопал яму, достаточную для погребения. И отправился в пустыню, а Зосима, предав тело земле, удалился в свою обитель, где подвязался Богу, пока не приставился в столетнем возрасте. Память преподобной Марии Египетской чтится 14 апреля, воскресенье и четверг пятой недели Великого Поста. Память преподобного Зосимы 17 апреля. В тебе, Матя, известно, спасися ежа по образу, приимши Бог крест, последовала и си Христу. Идеюще учила, если презирать уба, плоть приходит Бог. Прилежать иже о душе вещей бессмертней, тем же и со ангелы срадуется преподобная Мария, дух твой. Преподобная Мать и Мария, моли Бога о нас. Дивен Бог во святых своих! Дивен Бог во святых!